Всем привет, дорогие друзья, с вами Бюрварин. Ну, эхо, снова мне лень развешивать картины по стенам, расставлять мебель в комнате, где я снимаю обзоры, но зато не лень пить пиво. Всё, в общем-то, как и полагается нормальному такому домашнему мужчине, который ходит в красное и белое. Да, именно про пиво из красное и белое сегодня у меня очередной обзор. Причина, я на самом деле хотел завязать с этой темой, и тут недавно меня обиделись поклонники магазина красное и белое, хотя я абсолютно не ругал их магазин в ролике на втором канале. Кстати, кто не подписан, подпишитесь, кто не смотрел, обязательно посмотрите этот ролик и просто, ну, попробуйте услышать мысль. Ах, неважно. Давайте сегодня снова попробуем пиво из ассортимента этого чудесного магазина. А почему снова? Потому что каждый раз, когда я показываю какое-то пиво из ассортимента КБ, мне говорят, блин, вот ты не то взял, вот ты не то взял, вот надо было брать и называют какое-нибудь другое пиво. Сегодня я взял почти всё пиво, которое вы говорили, вот надо брать именно это. Я не нашёл только пиво, которое, как писали многие, типа очень многие писали, что типа надо брать пиво чепецкое, вот типа чепецкое, это типа вот самый топчик, всё остальное как бы брать нельзя, но всё же у нас сегодня три импортных пиваса и два отечественных, про которые вы говорили. Давайте начнём с... Даже не знаю, потому что если я попробую сначала это пиво, то это мне покажется лучше. Если я попробую сначала это пиво, то это мне покажется просто полнейшей сакой. Но ладно, давайте начнём с жигулёвского, с жигулёвского экспортного. Не знаю на самом деле по поводу того, куда экспортируется это пиво, а судя по цветам, либо в Украину, либо в Казахстан, либо ещё куда-нибудь с жигулёвской экспорта, только лучшее, что производилось в СССР, могло стать предметом экспорта. Трёхсосинский завод делает это пиво, и сеть магазинов «Красное и Белое» продаёт его по 35-38, по-моему, рублей, что-то около такого. Неплохо на самом деле, даже с нынешним курсом доллара. Давайте попробуем. Постараюсь сегодня не шутить ни про мятых пиджачков, ни про кого вообще абсолютно, то есть попробую максимально просто непредвзято взять и попробовать пиво, которое сегодня у меня, сейчас меня опять обвинят в том, что у меня немытый стакан. Из какого ещё стакана нужно пить такое пиво? Но, не знаю, я стараюсь быть непредвзятым, но у меня очень предвзятые отношения к Трёхсосинскому комбинату. Мне кажется, что у Трёхсосинского есть один-единственный чан, в котором варится одно и то же пиво, и который разливается просто по разным бутылкам с разными этикетками. И всё, где-то, возможно, чуть больше разбавляет с водой, где-то чуть меньше разбавляет с водой. Но, господи, у них почти всё пиво, но почти всё одинаковое. Я даже... Это ещё и воняет. Ну, блин, в принципе, оно воняет. Оно воняет. Вот опять я вспоминаю Питер, и я вспоминаю пивнуху «Толстый фраер», то есть куда иногда хочется по приколу зайти, то есть там играет группа «Комбинация», «Комбинация», там «Нассана» наплёванная, что там вот приносит такое пиво, вот такое вот вонючее пиво. Если пиво пахнет так, как пахло пиво при СССР, то самое, которое так сильно ценят ностальгирующие деды, то мне искренне жаль всех этих людей, но... На вкус также отвратительно, причём здесь много пузырей, но при этом пиво пьётся так, как будто оно почти совсем не загазировано. Такое ощущение, что проживал носок батя, который пришёл со смены, не знаю, на заводе злой, уставший, по дороге ещё, я не знаю, там в какое-то дерьмо вступил. Не знаю, но это просто отвратительное пиво, это просто мерзкое, отвратительное пиво, потому что... Ну, просто вот объективно, вот кому нравится это пиво? Это пиво понравится деду. Это пиво понравится деду, причём сильно пьющему деду, и дед должен пить очень брутально, очень жестоко, он должен пить, не знаю, там чекушки, он должен пить какую-то, я не знаю, какую-то самую дешёвую водку, какие-нибудь, не знаю, там какой-нибудь самогон, причём самогон сам он не должен гнать, потому что у него руки трясутся, он ничего не может гнать, он может только гнать, не знаю, на своих соседей, там по гаражному кооперативу матом, и если у него ещё есть гараж, если он до сих пор его не пропил, то есть он какой-то такой дед должен пить это пиво, И я не понимаю, почему вот здесь Оно типа экспортное И типа самое лучшее Изготовлено по классической рецептуре Оно отвратительное Это просто абсолютно непотребное Абсолютно какое-то обосренное Какое-то пиво Здесь нарисован вот этот вот Олень, который типа на автомобильчиках На советских, на Победах был И я не знаю Beer made on classic technology Science USSR Идите к черту просто Просто идите к черту, я не знаю Давайте следующее пиво пробовать Следующее пиво, пиво рижское Его отмечали Его отмечали А тоже Ходоки в магазин красное и белое Здесь причем Здесь причем есть логотип Где собственно Красное и белое Типа специально для этого магазина делается Я так понимаю Изготовлено по заказу и под контролем У Одиссей Город Челябинск Ну это вот да, это как раз Походу одно из одной из юрлиц Красное и белое Изготовитель завод Трехсосинский То есть снова Снова Пудлецы Поют нас дешевым пивом И суть в том, что тоже Гулевское Типа оно было экспортное Типа дорогое Классное Да Это пиво стоит 29,90 То есть это одно из самых дешевых Один из самых дешевых сортов пивас Который при этом разлит В какую-то даже оригинальную В какой-то степени бутылку И мне нужна открывашка Можно было скрутить пробку Здесь есть резьба Но Да, вот здесь есть резьба Но при этом не написано То есть нет вот этой волшебной стрелочки То есть возможно Ну вот На самом деле можно было догадаться Потому что Чем пиво дешевле Тем чаще делают Вот эту вот Вот эту вот Вот эту вот резьбу Просто Ну потому что Ну типа это пиво должно Выпиваться в какой-то Чуть более неформальной обстановке Там нежели за столом Там с какой-то едой Или еще что-то То есть Рассчитывать на то Что у человека Который купил Пиво за 29,99 Не будет открывашки Ну наверняка у него конечно Есть зажигалка Там не знаю Там золотой зуб Кольцо А чем еще там Оно так же воняет Господи Оно воняет так же Как А как жигулевская Только еще Такое ощущение Что Вот если бы я нюхал Жигулевская На помойке О господи боже Какой отвратительный запах Я что-то Я не знаю Причем оно Оно и выглядит Примерно точно так же То есть Ну Единственное Здесь еще больше пузырей То есть оно вот Как-то вот прям Вообще Прямо Вулканирует Просто Еще баймбит Примерно как я Когда пью это пиво Но Черт возьми Я прям вот Такое ощущение Что вот Вот тот человек Вот тот дед Который пил Вот это пиво Такое ощущение Что я к нему Что я к нему в гараж Зашел Такой причем Там машины Нет уже давно Но вот Есть все остальное То есть все барахло Которое у него вот было Из дома Моего бабка С этим барахлом Выгнал Он все в гараж Принес Там бухает Постоянно И вот Вот так Наверное Блин Нет Это отвратительное пиво 29,90 Я понимаю На самом деле Что это за пиво То есть это пиво Которое нужно Брать с чекушечкой То есть ты берешь чекушечку Ну не ты А ну кто-то другой Вот дед Из гаража Берет чекушечку Берет вот Вот рижское Может быть там парочку Даже Рижских может зацепить Это гадкое очень пиво И даже то Что оно дешевое Оно его не спасает То есть я не буду даже Говорить что типа Это то пиво Которое там Можно взять ящик На большую компанию Когда шашлыки жар Нет Просто нет Просто вот Вот нет Так Продолжаем У нас Три импортных сорта Понятно что мы пробовали Откровенный трэш Но у меня осталось Три пива На которые Честно говоря Возлагая надежду То есть Вот это пиво И я его предлагаю Попробовать Вот Меккленбургер Вайсбир Премиум вайсбир Фром Джорман Я сейчас не буду снова Загонять свою теорию Заговора Про то что типа Если на пиве Написано Вот прям где-то В видном месте Что типа Страна-производитель Что типа вот Что вот это вот Все прям вот Сделано в Германии И нет никакой наклейки То есть Это не То есть Это специальная банка Для С учетом того Что идет Серьезный экспорт Этого пива То есть Есть вот Китайский Английский Русский То есть Ну понятно Да То есть Куда максимально Уезжает это пиво Да То есть Вот эти все вещи Написано То есть Для меня Чаще всего Это сигнал Не бери Подумай Но Вы очень Очень активно Советовали Это пиво Вайсбир Пшеничка Алкоголь 5.1 Алкоголь 5.1 Плотность Даже по-моему Здесь не написано А нет Вот 11.8 11.8 А ценник У него В районе 70 рублей То есть Дешевая Дешевая Немецкая Пшеничка Которую Ну в принципе Ну очень Многие из вас Хвалили И даже У меня там был Мекленбургер В предыдущем обзоре Там два других Каких-то сорта Вы сказали Что типа Нет Это не то Типа Вот надо Вайсбир Брать Вот он Нормаз Ну Давайте смотреть В принципе Немцы Пшеничку Должны Делать Всегда Неплохо То есть Опять же Там Как бы Ничмарили Закон о чистоте Пива То есть Он все равно Есть Сколько же Много Здесь Пузырьков Но давайте Попробуем Пена Очень классная Достаточно Стойкая То есть Она Прям Не опадает Не сам Плохой Пшеничное Пиво Я вот Сделал Такой Добрый Глоток Потому что После Вот Вот Сраки Мне Действительно Хотелось Выпить Пиво Какого Более Менее Вкусного То ли Нет Это Хорошее Пиво Единственное Пиво Крепкое То есть Чувствуется Спирт И Спирт Такой Вот Он не очень Хороший То есть Я Не очень Благородный И Не буду Опять же Там Теории Заговора Какие-то Приводить Пример Относительно Ускоренное Убражение И прочего Но Вам С этого Пива Будет Так Себе То есть У вас Будет Болеть Башка Но При Этом Пить Это Пиво В принципе Вкусно То есть К нему Если Взять Какую-то Недорогую Какую-то Закуску Такую Не знаю Типа Корендельков Такое Нейтральное Соленое То есть Не рыба Какой-нибудь Там Например Какие Начосы Будет Заходить Наверное Прекрасно И Пропустить Пару Бокальчиков Дома Вполне Себе Можно Но Опять-таки Только При Одном Условии Если Вам Не Хватает Больше Денег Ни на Чем То есть Например Доплатив Там И взяв В том Же Красным И белым Пулайнер За Там Рублей За 90 Там Понятно Что Бывают Акции Но В среднем Где-то Там 90 100 То есть Это Пиво Стоит В районе 70 Рублей То есть Там 30 Рублей Вы Доплачиваете Вы Получаете Более Более Достойную Более Благородную Что Ли Пшеничку С более Мягким Деликатным Вкусом То есть Здесь Такая Пшеничка На Минималках То есть В принципе Вот Базовые Какие-то Функции Она Выполняет То есть То Что Хочется Получить От Пшеничного Пива Вы В принципе Получите От Нее То Есть Ну Чего-то Сильно Страшного Здесь Ну Не Могу Ее Про Нераз Сказать Пахнет Так И Вообще Хорошо Но Вкус Вот Вот Этот Вот Тяжесть Вот Спирта Мерзость Спирта Она Дает Мне Понять Что Все Так Пиво Не Самое Качественное Но Немножко Можно Немножко Можно Поэтому В принципе Это Более Менее Зачет И Я бы Наверное Даже Допил Это Пиво Следующим Я хочу Попробовать Вот Это Пиво Пиво Называется Эггер Австриан Премиум Квалити Бир Цвикль Цвикль То есть В принципе Тоже Нефильтрованный Пиво Мы Попьем Снова Снова Сразу Русский Текст На Банке Сразу Сразу Как бы Флажки Страны Откуда Это Пиво Привезено И Рекомендуют Болтануть Шейк Слайтли Чуть Чуть Короче Чуть 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 Болтануть Это Пиво Советуют Но Я сразу Скажу Я пиво Пил Но я Пил Другое Пиво Я пил Пиво В зеленой Зеленой Банке Марцин Марцин Бир Я его пил В Австрии И В Австрии У меня был Квест Вечером То есть Я захотел Пиво Время Было Часов Где-то Наверное Восемь вечера По Австрийскому Времени Это было В Инсбруке И я попытался Найти пивас И у меня Не получилось То есть Я не нашел Ни супермаркет Я не нашел Никакого Магазинчика Там Продуктового Где можно было Купить пиво И Я зашел В принципе Это вообще Абсолютно Не Какое-то Какое-то Новшество То есть Те люди Которые были В Европе Наверняка Сейчас поймут О чем речь То есть И Единственное место Где удалось мне приобрести Пиво То есть В районе Восьми вечера Это была Кебабная То есть Там стоял Какой-то Арабского вида Мужчина Нарезал Мясо Свертило И у него стоял Холодильник Где в общем-то Были какие-то Недорогие сорта Пива По евро По два По два с половиной И вот в том числе Я взял Там вот это Пиво Эйгер То есть Больше я его Не видел нигде То есть Я его видел В одном месте В Инсбруке В кебабной Это дешевое было пиво Я не помню Сколько я за него отдал Но Собственно Это тоже Наверное Что Об этом пиве Тоже вам Наверное Стоит знать И давайте посмотрим То есть Пиво Такого Достаточно Пива Нефильтрованное Пиво А немножко Такого Беловатого Такого цвета И больше похоже Не знаю По цвету На хугар То есть На какой-то бланш Вообще Никак не пахнет Вот Вот Совсем Никак не пахнет Вот Вот Абсолютно Просто То ли Мне Не знаю В носу Что-то Отшибло Какие-то Рецепторы Но Я вообще Не чувствую Никакого Запаха От этого Пива Но выглядит Весьма Достоинно Это пивас А стоит Кстати Недорогое Пиво Стоит Тоже В районе 70 рублей Я не посмотрел На крепость Там Оно Крепкое Нет Алкоголь 5 Но По вкусу По вкусу В нем Градусов 7 То есть Такой Какой-то Такой Глухой Такой Привкус Какой-то Горечи Какой-то Абсолютно Не знаю Такое Ущение Что Трухлявый Пень Пожевал И Это Невкусное Пиво Это Вообще Невкусное Пиво Неклассное Оно Не освежает То есть Это Именно Пиво Для того Чтобы Бухнуть То есть Если Вот Еще От Той Пшенички Ну Как-то Вот Можно Было Получить Удовольствие Это Пиво 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 Занюхивать Потом Или Закусывать Но Нет Нет Это Совсем Невкусно Это Вода Спирт И Вот Какой-то Такой Глухой Привкус Пня Нет Это Вообще Совсем Невкусное Пиво А пив Которое Марцин Было Оно Был В меру Крепким Но Я его Покупал Как дешевое Более Более Крепкое Пиво Он тоже Стоял В КБ И Мне оно Показалось Никаким Но Оно На тот Момент Исполнило Собственно Функцию Которая Предназначалась То есть Я хотел Выпить Пиво Перед Сном Я выпил Пиво Перед Сном И Ну Как бы Не знаю Австрийское Пиво Мне из австрийского Пива Понравилось Что пью Штигль И то Не то Которое У нас Продают Которое Голдбрау Которое В такой Золотистой Банке Типа Экспортного Пива Пиво Мне понравился Штигль Штигль Пилзнер Штигль Вайцин То есть Это Тоже Я попробовал В Энсбруке Непосредственно В кафешке Которое От пива Которое Которое Собственно Только Штигль Наливали Вот это Австрийское Пиво Мне понравилось Все остальные Сорта Которые Мне удалось Там Попробовать Они были Ну вот Примерно Такие То есть Они были Никакие Абсолютно Они были Достаточно Спиртовые Не очень Вкусные Поэтому Ну Если вы Хотите Узнать Какое По вкусу Австрийское Дешевое Австрийское Пиво То Ну вот Пожалуйста Попробуйте Может быть Вам Понравится Последнее Пиво Которое Которое У меня Сегодня Стоит Это Пиво Юпилер Жупилер Не знаю Пива С быком Как хотите Его Называйте И Я тоже Его То есть Был у меня Ролик Был у меня Ролик Из Брюсселя Где я На фоне Атомиума Ем Картошку И пью Пиво И вот Это было Собственно Пиво Вот этот Юпилер Я Пытался Вспомнить Как оно Называется Когда Тоже Недавно Был Повод Его Вспомнить Алкоголь 5,2 Бельгийский Пилс И Как мне Сказали Ценители Это Пиво Футбольных Болельщиков То есть Это одно из Любимых Пивасов Людей Которые ходят На стадион И Активно Болеют За Какую-то Команду А пиво Мне тогда Не понравилось Оно Это тоже Пиво То есть Это был Ларек С картошкой Фри И там Маленький Был выбор Я взял Пивас Который Там был Не сам Дешевый И Это пиво Мне не понравилось Оно Мне показалось Очень спиртовым Очень Каким-то Какой-то Тупой У него Был вкус Абсолютно Какой-то Ну Лишенный Какой-то Каких-то Ноток Каких-то Ну вот Чего-то Вот Хотя бы Чего-то Что могло бы Быть интересным И Я этот пиво Тогда выкинул И Вот И С тех пор Не видел Это пиво В продаже Нигде И никогда Кроме Как вот Сегодня В КБ Решил взять Обязательно Показать его вам Но может быть Какая-то Не знаю Какая-то Ностальгия Нахлынет И Опять Вот сейчас В данный момент Фанаты КБ Они должны Мне такие Сказать Типа Никитоз Ты что Несешь То есть Ты пил Пиво В Бельгии Ты пил Пиво В Брюсселе Настоящее Бельгийское И Тут ты приходишь В засаный магазин Там Не знаю В Чертаново И Покупаешь Там за 75 рублей Ты покупаешь То же самое пиво Которое можно попить В Брюсселе В центре Но Ребята Не все Европейское пиво Вкусное И не все Европейское пиво Интересное И Почти все Европейское пиво Вот из таких Вот Из каких-то Базовых сортов Которые покупают люди Чтобы бухнуть То есть Это не для того Чтобы вам было вкусно Не для того Чтобы узнать О пиве Что-то новое Не для того Чтобы Просто приятно Провести вечер Нет Это пиво Для того Чтобы бухнуть Просто Чтобы налить Жидкость в бокал И залить ее в глотку Для того Чтобы опьянеть Все То есть Другого предназначения Этого пива нет И Пиво в Европе Пьют Мятые пиджачки Футбольные фанаты Люди Которые В общем-то Алкоголики Просто То есть Люди Которые Заливают пиво В глотку Для того Чтобы Опьянеть Все То есть Другого предназначения Нет Наверняка Многие из вас Так и делают Поэтому Ну как бы Я тоже Иногда Так тоже Делаю Но все же Если у меня Блог про пиво Если Я хочу Что-то вам Рассказать Про пиво Интересное И если Мы хотим С вами Найти какие-то Интересные Сорта пива Которые Действительно Стоит попробовать А не просто Найти Хорошее Предложение Как наебенится Сегодня вечером То Ну Давайте Как-то терпимо Относиться К моей критике Горит у меня Сегодня Просто Весь выпуск Но Не знаю Смотрите Как стоит пена Действительно Действительно Стойкая Действительно Неплохая И Пиво пахнет Водопроводной Водой Таким банальным Стандартным Евролагером Которые В общем-то Ну вот Давайте Попробую Ладно Но Из всего того Что я сегодня Попил Это пиво Второе Которое Мне хочется Допить Просто Потому что Не знаю Может быть Действительно Я намешал И может быть Действительно У меня Остался Вот это Австрийское Пиво Которое В принципе Достаточно Тяжело Так протекло То ли Все еще Рижское Подает Сигналы Где-то Снизу И Удивляются Почему Не льется Следом За ним Чекушечка Как обычно Привыкли Другие Бутылочки Пива Рижское Но Это пивко Вполне Себе Вполне Себе Съедобное В меру Горькое В меру Крепкое И Может быть Я действительно Уже Подпил Но Здесь Мне Спирт В этом Пиве Кажется Не таким Он не таким Суровым Как в предыдущих Пивасах И наверное Даже самым Самым Лайтовым Но все равно Вот немножко Такой вот Гадость Гадостно Вот этого Осадка Корни языка Вот оно все равно Здесь есть Часто Такое пиво Пить мне не хочется Но при этом Это то пиво Которое В принципе Вот как раз Таки Вспоминая Про Не знаю Про баню Про большую компанию Про какую-то Не знаю Выезд на природу Рыбалку Шашлык Вот это Пиво Про это То есть В принципе Вот Ну здесь Можно Прийти Взять Не знаю Ящик Или Несколько Увесистых Пакетов Набить Этим Пивасом Выйдет Относительно Недорого Но перед пацанами Стыдно Не будет И Единственное Пиво все-таки Ну весьма себе Крепкое Не знаю 5,2 все-таки Достаточно Такая серьезная Крепость С учетом того Что в таких Мероприятиях Пиво Пьется много Пиво льется Рекой И Все равно Не знаю Вот этому пиву Как-то Как-то я чуть Больше симпатизирую Чем Предыдущим Но Победила Наверное Все-таки Все равно Сегодня Пшеничка Вот это Мекленбургер И вот эти Два пива Которые у меня Сегодня здесь стоят То есть Те два пива Которые я сегодня Допью То есть Что пшеничка На минималках Что В принципе Вот этот Бельгийский Базовый сорт То есть Он Ни в коем случае Конечно То есть Он не идет В сравнение С какими-то Бельгийскими Сортами Предназначение Это у пива Чтобы выпивать Вот такой Семь получился Обзор Обязательно Напишите в комментариях Что я опять Что-то не то взял И что есть Какое-то другое пиво В красном и белом Которое стоит Покупать Но Почти всю линейку Импорта Мы с вами Обозрели В принципе Если посмотрите Предыдущие обзоры Ссылки Оставлю в описании Ну Там тоже есть Если посмотрите Там тоже есть Некие Жемчужинки Которые В принципе Достойны Нашего с вами Внимания Ставьте лайки И подписывайтесь Рассказывайте Об этом видео Друзья Если до сих пор Вдруг Этого не сделали С вами был Видеоблог Берваря Всем спасибо Дорогие друзья Всем пока До новых встреч